САМАРА ГИС САМАРА ГИС САМАРА участвует в реализации 11 национальных проектов. Мы не можем в рамках программы охватить их все, но мне бы сегодня хотелось обсудить с вами хотя бы три. Это экология, демография и образование. И я предлагаю начать с проекта «Демография». И сейчас мы посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Ольга Амелина уже 15 лет в педагогике. В первом детском саду работает с его открытием. На время самоизоляции малышей здесь принимают три дежурные группы. Приходят дети из соседних садов. Всего сейчас их 17. Каждому важно найти подход и помочь адаптироваться в новых условиях. Наша главная задача – это пройти правильную адаптацию. Адаптация начинается с хорошего расположения детей друг к другу. От этого очень важно зависит, как воспитатель к этому сам отнесется. Мы, конечно, стараемся найти какие-то коллективные общие игры, заинтересовать их чем-то. Впрочем, малыши сейчас в таком возрасте, когда быстро привыкают и к новым людям, и к новому месту, говорят эксперты. Павел Шмыгалин привел сюда сына в этот понедельник, потому что сам вышел на работу. Малыш сначала чувствовал себя неловко, но после добрых слов воспитателя и улыбок новых друзей стал увереннее. Мы живем здесь неподалеку, приходим в садик, в дежурную группу, так как мы работаем, поэтому нам приходится приходить в дежурную группу. А вообще так нас все устраивает, потому что живем очень рядом, удобно. Первым делом, когда малыш пришел с улицы, мыть руки. Давай капельку мы закапаем на ручке, хорошенечко возделай такую лодочку, опусти под водичку, опускай под водичку. Каждому ребенку измеряют температуру, как на входе в детский сад, так и в группах. Каждые два часа помещение обрабатывают, во всех группах работают бактерицидные лампы. Несмотря на то, что сейчас малышей не так много, готовят для них на кухне прямо в саду. При необходимости попасть в дежурную группу может любой ребенок. Эксперты обращают внимание, что в поликлинику за медицинской справкой идти не нужно. Малыша смотрят в детском саду. Здесь в постоянном режиме функционирует медицинский кабинет. Достаточно только заявления на прием от родителей и письма из вашего детского сада. С начала недели в дежурных группах самарских детских садов стало больше на 800 воспитанников. Мы готовы обеспечить прием детей во все детские сады и дежурные группы, не только в муниципальные, но и в частные. Чтобы наши родители, которые в этот момент заняты на производстве или за действием в других сферах, могли спокойно работать. Функционирование дежурных групп в муниципальном округе Самара, конечно, находится под регулярным ежедневным контролем департамента образования. Даже лично под моим контролем. Алексей Петрович, нацпроект «Демография» предполагает меры поддержки родителям при рождении ребенка и особенно тем, у кого детей несколько. Ну и я так понимаю, что одна из важнейших задач – это сделать так, чтобы мама, если у нее есть на то желание и необходимость, могла выйти на работу, отдав ребенка в детский сад. И важнейшая задача к 2024 году – обеспечить жителей городского округа Самары местами в детских садах. Итак, нужны места. Мы это можем сделать? Мы это можем обеспечить? По вашей оценке? Мы это обязаны сделать. И для этого у нас есть все необходимые условия. Первое – это поручение президента, которое подкреплено национальным проектом, это подкреплено ресурсами федеральными. Это в стратегических планах, которые определил губернатор Миша Азаров. Значит, вопрос демографии, собственно говоря, вы понимаете, основополагающим. Вы назвали вот 11, их 12 национальных проектов. Наверное, они не будут иметь никакого смысла, да, так сказать. Потому что все это нацелено на будущее, да, так сказать. А это будущее нужно подкреплять, создавать все самые необходимые достаточные условия. Конечно. То есть рост населения, ну и самое дорогое, что есть у родителей, в семье и в нашем городе, так сказать, это наши дети, это наши маленькие самарцы. Вот. У нас есть стратегически большой перспективный план. Конечно, исполнять его крайне тяжело. Почему? Ну, мы сейчас не говорим о том режиме эпидемиологическом, в котором, так сказать, мы находимся, вот о временном пребывании. Мы говорим, так сказать, о... О нормальных условиях. О нормальных условиях, да, так сказать. То есть вы видите, даже в ситуации, когда вот с COVID-19, да, так сказать, вот в таком режиме предприятия открываются работы, да, и созданы все необходимые условия. Будет больше выход, так сказать, сотрудников, да, так сказать, каждый детский сад, так сказать, готов принять. Все для этого есть. Сознаны воспитатели, обслуживающий персонал. Здесь речь более серьезная о строительстве и создании новых мест. Мы только практически подошли к рубежу выполнения плана по местам, сокращение очереди. Это детей от трех до шести лет. Это первоочередная задача, которая была поставлена глава государства. Вот. Но мы понимаем, что у нас и специалисты необходимы, да, так сказать, в отраслях. И надо понимать, что дошкольное образование, оно очень важно. Оно является неотъемлемой частью, собственно, начального образования, базового. Это не только пребывание ребенка, да, так сказать, вот. Это его развитие, это его коррекция. Это очень важно. И вот это вот упущенное время, его, понимаете, не восстановишь. Он невосполнимо. И исходя из этого, значит, мы принимаем все меры необходимые. Если это новостройка у нас развивается, да, так скажем, крутые ключи. Красно-Глинский район, значит, мегазавод территории Новая Самара, поселок Волгарик, да, так сказать, то там уже это системная работа. То есть системная работа по строительству достаточно необходимых садов. Это строительство образовательных учреждений, школ непосредственно, иных объектов социальной сферы. Потому что не только в детском саду нуждается. Это и поликлиническое обслуживание детское. Вот. Это и объекты культуры, библиотеки, школы искусств, так сказать, и так далее. Более остро стоит проблема. Это в основной части, так сказать, так называемой старой части города. Проблема стоит там, где было просто наследие, которое нам досталось. Мы за него тоже несем ответственность. Это точные застройки, где вот бездумно, да, так сказать, равнодушно было построено десятки, сотни тысяч квадратных метров жилья. И сегодня, так сказать, люди столкнулись, приобретают люди молодого возраста, да, так сказать, и приобретя жилье, там, доступное, современное, да, так сказать, столкнулись, что не ребенка выгулить, так сказать, там, не собаку выгулить, вот, дальше не решить вопрос с детским садом, не со школой. И у нас такие территории, так сказать, они определены, и мы ищем разные способы, так сказать, с тем, чтобы увеличить количество мест. Какие способы, так сказать, это возврат дошкольных учреждений. изных сфер, которые были переданы. Вы имеете в виду те здания, которые когда-то ушли по каким-то причинам? Слава Богу, они не ушли из отрасли. У нас был Центр развития образования. Но на сегодняшний день задача первостепенный детский сад. И на Нововокзальный, после капитального ремонта, открыт сад на 240 мест. Из них часть 80 мест передана для ясельного возраста. То есть от полутора до трех лет. Это, чтобы наши зрители понимали, кстати, очень важные проблемы на самом деле. Детский сад Карла Маркса, соц.обслуживание находилось, да, так сказать. Восстановили капитальный ремонт. Практически второе рождение получило. То есть кто не знает, что там раньше был детский сад, дальше будет представление, что с изново построено. И территория благоустроена, и огорожена, и новое оборудование. А внутри наиболее современное. То есть ну, с завистью. Вот мы с головой Горкслина Владимировна были. Мне, кстати, знаете, чем нравятся вот такие здания еще, которые старые были, у них, я обращал внимание, у них все сделано для детей. У них лестницы с маленькими ступеньками, чтобы маленькому человеку было удобно ходить. То есть все сделано с любовью. Ну, я хочу вас успокоить. Ну, может быть, у нас есть тоже замечания определенные к новым проектам, да, так скажем. Вот. Но вот эти вещи, о чем вы говорите, так сказать, вплоть до периода для разных возрастов, так сказать, это все предусмотрено. То есть все соблюдается, все соблюдается, и по мебели, да, так сказать. Ну, вот Елена Борисовна Черемега, руководитель департамента, заместитель главы, так сказать, вот, лично отслеживает, то есть составляет техническое задание до проведения, так сказать, торгов. Вот. И уделяет этому большое внимание и технологическому оборудованию по столовой. То есть вот разговаривали с кухонными работниками, да, так сказать. Ну, в таких условиях люди там работают с самого утра до позднего вечера, да, так сказать, и как горячий цех, там уж горячее питание, да, так назовем. Но такое должно быть для детей. Да, все условия как-то созданы. Игровые комнаты, сейчас применяются современные интерактивные оборудования, игровое оборудование, классы, вот, группы для логопедической работы, работы психолога. То есть много инноваций, вот, но количество мест, конечно, хотелось бы, чтобы было, так сказать, вот гораздо больше. Дальше предпринимаются меры вплоть до приобретения, вот мы в 19-м году приобрели группы для ясеного возраста у частных, так сказать, лиц, да, так сказать. То есть это все проходит экспертизу государственную, что помещения приспособлены, они имеют, так сказать, аккредитацию, вот. И идем, так сказать, даже вот на такие непопулярные меры, вот. Но чтобы создать все условия... Будут условия, когда молодая мама, так сказать, посмотрит, особенно при второждении второго, третьего, ведь мы люди очень прагматичны. Если поначалу, как говорится, вперед ура, да, так сказать, вот, ну, а потом уже смотрим, уже взвешиваем, да, так сказать, вот. А где, куда я второго отведу в сад, а кого третьего отведу? И вот в этой части хочу, так сказать, вот довести до сведения, может, кто-то еще не знает. Добились общими усилиями, внесли изменения. Вот законно-творческая инициатива у нас была, мы работали лет шесть над этим. Сейчас, если старший брат или сестра у тебя ходит в сад и школу, то при поступлении в первый класс вот эта категория детей, значит, идут как первоочередные. То есть имеют преимущество? Конечно. Ну, формировал институт семьи, это большой подспорь, это большая помощь. Ну, конечно, брат должен с братом и сестру учиться. Да, представьте, значит, один в одном саду, другой в другом. Ну, во-первых, возить тяжело. Совершенно верно. Во-вторых, им тяжело, им психологически нехорошо. И все остальное, да, так сказать, вот. Это такая вот традиция. Ну, вот в этой части у нас выпали близнецы и тройняшки. Ну, вот, нас поддерживает глава региона Дмитриевич, и мы вот сейчас собрали документы, направили совместно с Общественным Советом Губернской Думы, значит, в правительство Российской Федерации, чтобы вот это вот упущение, да, так сказать, вот оно было поправлено. Оно безотрадно финансово, да, так сказать, здесь нужно просто нормативно правовую базу восстановить, ну, конечно, чтобы близнецы при поступлении, так сказать, в школу, да, так сказать, шли, ну, как сказать, одним номером и вместе, да. А так, получается, одни попали вот в комплектование, вот, а на других не хватило места. Но чтобы этих вещей не было, так сказать, нужны новые дополнительные места школы. И у нас вот отрадно, что вот... Ну, про школу мы поговорим даже чуть-чуть попозже, я предлагаю. Вот. Но мы двигаемся, да, так сказать, может быть, конечно, не так, как бы и нам в том числе хотелось, и родителям, которые вот стоят еще в очереди, но поверьте, так сказать, это вопрос номер один. И, скажем, вот по прошлому году у нас было более 13 изменений в бюджет, с учетом и вышестоящих бюджетов, на каждой думе рассматривался вопрос как раз о финансировании дополнительных мест в яслях и садиках. То есть это, в принципе, задача номер один по большому счету. Задача номер один, конечно. Вы как спикер городской думы, вот считаете это однозначно так? Ну, все, что связано с детьми, с детством, да, так сказать, с семьей, это главная социальная задача. И задача не только органа представительной власти и исполнитель, над этим думает и глава города, так сказать, и глава региона, вот. И задачу ставит нам президент. Алексей Петрович, предлагаю поговорить о другом нацпроекте. Это экология. Один из самых глобальных, масштабных, может быть, даже сложных. Важная составляющая этого нацпроекта – это раздельный сбор мусора, потому что от этого затем, ну, очень многое будет зависеть. Чтобы это было реализовано, нужно воспитывать подрастающее поколение. Мы опять возвращаемся к детям в итоге. Вы – педагог со стажем. Вот как вы считаете, что нужно делать для того, чтобы формировать у детей экологическое мышление? Это нужно формировать с детства, потому что со взрослыми, на мой взгляд, сложнее будет. И что уже сделано? – Вы справедливо заметили. Этот вопрос, наверное, может быть, его можно поставить одним из первых. Почему? Потому что вопрос экологии, он ставится как вопрос национальной безопасности. То есть количество свалок, территорий, которые, так сказать, просто множатся в геометрической прогрессии настолько велико, то есть получается, что мы свои деятельности просто уничтожаем сами себя. И оставить не то, что наследие, да, так сказать, уже сегодня даже в этой среде жить, развиваться, да, так сказать, ну, крайне тяжело. Вот. Это, как говорится, когда человек долго кашляет, да, так сказать, и доктор там вроде и лекарства все дает и все остальное, потом говорит, ну, что вы хотите, такая экология, да, такого плана. Вот. И здесь, вот, если мы, например, должны, взрослые, создать учебные места, там, по садикам, по школам для будущего, то вот в этой ситуации уже детей из более раннего возраста, мы, конечно, должны погружать, что вот спасение утопающих, это дело как раз рук самих утопающих, то есть формировать экологическую культуру. Мы о сборе твердобытовых отходов чаще говорим в вопросах экономики, да, так сказать, то есть вот спорные ситуации, одни предлагают, там, с квадратного метра, другие предлагают, да, третий, там, расценки, третьего десятого. Но на самом деле мы, люди, порождаем мусор, то есть ребенок, там, грудного возраста, да, простите за подробности. Ну, конечно, памперсы и так далее, все остальное, да. И, соответствующим образом, необходимо понимать, что мусор, так сказать, может быть и впоследствии продуктом, то есть материалом, дальше, может быть, дальше товаром. И у нас есть, так сказать, практика не только мировая, но и собственная, да, вот. Дальше, следовательно, у нас в школах запущен проект, к сожалению, пока не во всех, то есть в эту работу втянулись, так сказать, включились. Вот, значит, у нас две группы, это группа компании КАВОЗ, которая первоначально начала заниматься, сегодня рекоператор, который в обязанности входит, в том числе и твердораздельный сбор, и воспитательные работы, да, и программа у нас в городе, слава богу, своя есть по экологическому воспитанию населения. Вот мы сейчас объединили усилия, и, ну, немножко нам помешала ситуация, вот, когда мы перешли на дистанционное обучение с детьми, вот, но уверен, с первого сентября во всех школах города, значит, уже работа эта будет выстроенная, где проводятся волонтерами, экологами занятия, охватывают детей с первого по одиннадцатый класс, да, и дети, так сказать, учатся, значит, разделять мусор. Мы взяли за основу это ПЭТ-ТАР, которая наиболее вредоносная, вот, наиболее, так сказать, в быту имеет место быть, да, так сказать, вот, и в области, значит, есть уже предприятия, которые не просто собирают, да, так сказать, и утилизируют, но и перерабатывают, то есть во вторичное среде. То есть, вот мы разговариваем с специалистами этих предприятий, и предлагаем охватить детей даже, вот, дошкольного возраста под годовительный групп, студенческую молодежь в эту часть, потому что все заинтересованы в чистой, так сказать, и питьевой воде, в чистом воздухе, вот, ну, это даже и нравственно, ну, очищается природа. Согласен. Вот, то есть, и, конечно, мы здесь и в профессиональном плане должны работать, и работаем, да, так сказать, над очистными сооружениями, совершенствуем, вкладываем туда ресурсы, над очисткой, так сказать, водозабора, так сказать, питьевой воды, у нас, так сказать, большая программа, участвуем, так сказать, в работе по спасению, так сказать, Волги, вот, но пока каждый из нас, поверьте, вот, не внесет свою маленькую лепту, да, по крайней мере, вот, я всегда говорю, эколог первой ступени, не сори, не сори, да, так сказать, дальше, вот, сделай как бы норма. Уже эколог, так сказать, уже с развитием, когда человек занимается посадкой не у себя только на даче, да, так сказать, вот, а на общественных территориях цветов, кустарников, деревьев, и эта работа проводится, да, когда участвует не только в месячнике по благоустройству, да, так сказать, но и в средниках, так сказать, вот, когда они безразличны, вот, эта вся ситуация, все от нас зависит, вот, но эту культуру, она сама по себе не придет, ее нужно формировать, и вот как раз через учащуюся молодежь у нас для этого есть ресурс. И самое главное, очень важно для детей, вот, здесь целостная система, то есть, вот, буквально от того, как мы взяли вот эту пустую бутылку, да, так сказать, мы видим ее, конечно, результат, как она превращается уже, там, в искусственную траву, дальше в повторную пет-тару, так сказать, и во многое-многое другое. Алексей Петрович, нацпроект образования предполагает, что к 2024 году Россия войдет в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, и в том числе предполагается, что каждый ребенок к 2024 году будет иметь доступ к дополнительным образовательным ресурсам. Вот, как вы оцениваете ситуацию, на каком этапе мы находимся? Сложный вопрос, но очень важный. Времени не так много, поэтому как бы... Да, доп. образование, чтобы дополнительное образование понимали, оно разностороннее. Вот, и в Самаре создана уникальная система дополнительного образования. В первую очередь, это написанными, это созданными программами, это человеческим ресурсам, специалистов в высококвалифицированном, в техническом творчестве, в художественном творчестве, в эстетическом направлении, в спортивном, да, так сказать. Чего нам не хватает, и дети есть, которые, ну, поверьте, так сказать, всегда... Двумя руками зал, у меня сын занимается в кванторе, поэтому я знаю ситуацию. Совершенно верно. Дальше, нам не хватает улучшения материальной базы. В первую очередь, так сказать, для Самары крайне необходимое это спортивное сооружение, да, и мы перешагнули экватор, как я говорю, по плоскостным сооружениям, то есть на сегодняшний день уже есть где поиграть в футбол, так сказать, зимой там поиграть в шайбу, так сказать, покататься, катки заливаем, но температурные, погодные, климатические условия. Ну, конечно, у нас северная страна. Да, они даже, ну, не позволяют спланировать мероприятия, поэтому нужны высококвалифицированные уже сооружения, пусть не зрительного характера, да, тренировочного, поэтому нам в жизни необходим свой тренировочный лед, нам необходима вода, то есть плавательный бассейн. Причем бесплатный, я так понимаю, доступный, ведь речь идет об этом. Конечно, да, шаговой доступностью, да, но шаговой доступностью не все сразу, да, так сказать, но у нас есть хорошая перспектива. В муниципалитет переданы два стадиона, стадион «Торпеда», четыре, стадион «Заря». Вот сейчас мы готовим проектную документацию по строительству «ФОКа» на стадионе «Заре» с бассейном. Дальше на стадионе «Нефтяник» у нас планируется... Знаменитый стадион. Не на стадионе на самом, она в Кубежском районе, это строительство плавательного бассейна. Вот, дальше мы сотрудничаем и с государственными учреждениями, вот, но там как раз вот получается все, ну, немножко, так сказать, небесплатно, да, вот. Вот, и в этой связи необходимое помещение для, ну, скажем, так сказать, как вот дворцы пионеров, правильно, что у нас были, да, так сказать, это, ну, это, скажем, дом технического творчества, там, художественного творчества, но работа здесь тоже проводится. Вот, мы пытаемся и планируем, восстанавливаем культурные объекты, ну, вот, октябрь в Красногринском районе в канун Нового года, так сказать, был открыт. Вот сейчас бывший кинотеатр России, где будет размещен, там, театр, так сказать, витражи, он тоже разновозрастной, вот. Но в любом случае нам нужно улучшать материальную базу. Хотя есть у нас и иные предложения, например, у нас стоит задача, чтобы, скажем, достигнуть уровня систематически занимающегося спортом. Ну, кто-то скажет, вроде, вот, там, бери, там, кеды, корсовки, там, вперед бегай, прыгай, да, так сказать, вот, и зачем тебе какие-то помещения, да? Ну, на самом деле, вот, соревновательный... Да нет, все-таки бегать надо специально в подготовленном месте. Ну, вот сейчас мы готовим предложение, так сказать, от Думы сформировали, это возрождение народных, так сказать, видов спорта, которые имеют, так сказать, еще дореволюционную историю, ну, например, это городошный спорт. Вот, всесезонный, не имеет гендерных различий, вот, вплоть до... Люди, так сказать, с возрастом, с почтенным, с удовольствием играют. Алексей Петрович, прошу прощения, мы, вот, знаете, наверное, даже так, о народных видах спорта, может быть, поговорим в отдельной программе, а сейчас у нас не так много времени. Вы заговорили о материальной базе, и если мы говорим о ситуации в образовании, как у нас сейчас выглядят ситуации с местами в школах? Вот, по вашей оценке, опять же, вы педагог со стажем, вы эксперт. Есть в целом проблема. В Самаре вот так сложилось, к сожалению. В 97-м году была построена, вот, если так возьмем, ту эпоху, последняя школа. Представляете, вот, 178-я, это школа промышленного района. Вот, но нам удалось, вот, благодаря поддержке главы региона, федеральных программ, эту ситуацию, так сказать, изменить. И уже, так сказать, ну, вот, в новом летоисчислении, так скажем, в России, у нас построено, ну, в больших микрорайонах новых, это в крутых ключах, седьмая школа современная, это 57-я школа построена в Волгаре. И к сентябрю мы на 1200 мест уверенно откроем школу в Новой Самаре. Вот, но остра проблема стоит, это, вот, еще раз повторюсь, как и с детскими садами, там, где вот нагромождение мы получили. Точечные застройки. Точечные застройки. Это у нас, конечно, лидирует абсолютно постников овраг. Вот, ситуация вот очень тяжелая. Да, там ситуация жесткая, да. Дальше, ситуация по шестой, седьмой, восьмой просеках, да, так сказать. И школы ранее построенные, 139-й, 149-й, 154-й, 175-й, они просто сейчас на подпорье, как говорится, то есть, там, две с половиной смены работают. Вот, но выходы какие мы увидим на сегодняшнюю перспективу? Это вот по новой, по пятой просеке, еще раз говорю, что, значит, сейчас готов проект. Там будет два учреждения, то есть, пока будет строиться одно, второе проектируется, да, так сказать, вторая очередь. Дальше, это на территории бывшего завода Масленникова, в границах лейтенанта Шмидта. Дальше, и вот, городу удалось, так сказать, получить при поддержке, в том числе, депутатов Государственной Думы, Хинштейна Александровича, значит, Министерство обороны передали территорию, часть территории, воинской части, в границах улицы, проспекта Масленникова и улицы Склеренко. То есть, территории достаточной для строительства, ну, большой школы, там, на полторы тысячи мест в одну смену. То есть, вот эти мероприятия, как раз, они... Проблему должны снять. Они должны снять. Более того, у нас есть проблема, связанная с градостроительным кодексом, которая при реконструкции школ... Вот мы недавно вспоминали, был день рождения у Зубова Антония Михайловна, почетного гражданина Самары, вот, и она 20 лет была завграно. И вот за этот период, при ее, так сказать, управление образованием, значит, было построено 46 пристроев в Самаре. То есть, к тем школам, которые они встроились. Ну, вот, в школе, в которой я работал 28 лет руководителем, вот, как пример, в 64-м году был построен спортзал типовой, мастерские. Дальше, в 97-м году четырехэтажная практически новая школа еще пристроена, без которого сегодня, ну, вообще немыслимо, там и столовая, и актовый зал. Вот. В этом году мы запустили на полевой 74 в медико-техническом лицее пристроя спортивного зала. То есть, наши дети, вот, ну, с 1 по 1 класс просто вынуждены были скитаться, так сказать, по спортивным сооружениям. То есть, вот, для Самары строительство пристроев, это, ну, в свой роде панацея. Алексей Петрович, прошу прощения, что перебиваю. Времени осталось буквально 3 минуты. Есть еще очень важный вопрос. С подачи Думы городского округа Самара в Самаре появится нагрудный знак за патриотическую работу. Вот, очень интересно, кому, как и за что его будут выдавать? Ну, я просто два слова, что это, мы работаем такой динамикой. У нас в 9-м году почетный знак Думы был утвержден. В 14-м году два знака за самоотверженность и за воспитание детей. Ну, и колоссальная работа проводится в рамках патриотического воспитания. Ну, вот, пользуясь случаем, мы буквально сейчас получили уже этот знак. Покажите его, пожалуйста. Он утвержден, вот, в который мы при его разработке вложили все символы нашей гордости, так сказать. Здесь и Георгиевская лента, и макет знамя Победы, вдруженный, так сказать, здесь над Рейхстагом, и год Великой Отечественной войны. Ну, и на обратной стороне, так сказать, нагрудного знака, на медальоне, значит, написано за патриотическое воспитание и указано, что победа советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кому и за что будете давать? Значит, знак по представлению главы города, представлению председателя Думы, по представлению общественных организаций, граждан. Информацию, все положение подробно, с экономией времени можно найти на сайте Думы в разделе награды. То есть, все четко прописано. То есть, на сайте Думы городского круга сама. Более того, к нагрудному знаку будет выдаваться удостоверение, оно именное. Вот это та самая духовная скрепа, да, так сказать, которая позволит, в первую очередь, гордиться тому, кто его получит, да, так сказать, и сохранить, как говорится, в семье для потомков, детей, внуков и правнуков. И уже рассказывать вот о величии и о тех славных традициях, так сказать, наших предков. Одна минута, а когда первые знаки будете вручать? Вы знаете, у нас уже есть представление. Вот сейчас у нас готовится, будет проводиться заседание, так сказать, Думы. Люди очень достойные, поверьте, да, так скажем, разные возраста. То есть, есть и студенческая молодежь, так сказать, есть и представители юной армии. Вот, и, конечно, наши почетные граждане, так сказать, вот уже так скажу, те, кто занимается сегодня, несмотря на преклонный возраст, патриотической работой, вот, и как только выйдем из ситуации карантина, так скажем, уже можно будет в торжественной обстановке встретиться, пожать руку. Алексей Петрович, мгновенно практически пролетели 30 минут с вами, я надеюсь, что мы с вами увидимся еще не один раз, потому что нам есть о чем поговорить, Дума городского округа Самара нам всегда интересно. Большое спасибо за беседу. Спасибо вам. Напоминаю, моим собеседником был Алексей Дегсев, председатель Думы городского округа Самара. Берегите себя, сидите дома. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»